Импульсный блок питания для частного дома В наше время без электроэнергии невозможно представить жизнь цивилизованного человека. И если вдруг в розетках пропадает напряжение, то жизнь останавливается. Разряжаются мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, гаснет стационарный ПК, нет горячей воды в кране, а холодильник наоборот начинает нагреваться. Решением этой проблемы является ИБП для дома, импульсный блок питания. О том, как сделать выбор ИБП по мощности и времени, рассказывается в этом видео. Виды ИБП для дома и дачи Есть разные способы сохранить электропитание в розетках. Они отличаются по стоимости, скорости включения и продолжительности автономной работы. Источник бесперебойного питания небольших размеров устанавливается в помещении. Требуется постоянное подключение к сети 220 Вольт для подзарядки аккумуляторов. Переключает электроприборы на автономное питание в течение нескольких миллисекунд. Но для работы в течение длительного времени необходимы аккумуляторы стоимостью, сравнимые с портативным генератором. Для подключения насосов, в том числе и в системе отопления, холодильников и других электродвигателей, требуется десятикратный запас мощности и правильная синусоида, что намного удорожает прибор. Лучше всего использовать при кратковременных перебоях в электроснабжении. При этом холодильник, электрический бойлер, стиральная машина и электроплита остаются без напряжения. Портативный и переносной генератор. Обеспечивать длительную автономную работу не требует обслуживания или подзарядки аккумуляторов при ручном запуске двигателя. Сильно шумит и выбрасывает в воздух выхлопные газы. Поэтому устанавливается в подсобном помещении или на улице. Двигатель необходимо обслуживать через 500 часов работы. Для запуска необходимо время. Целесообразно использовать на даче или в домах, в которых отсутствует подключение к электросети. Совместное использование ИБП и портативного генератора. В этом случае при исчезновении напряжения в электросети ИБП обеспечивает питание самых необходимых электроприборов, компьютера, телевизора, аварийного освещения, в коридоре, туалете, бра в комнате, и обеспечивает запуск генератора, освещает место его установки и при автоматическом запуске подает на него питание. Это происходит через заранее установленное время, которое зависит от емкости аккумуляторов ИБП. Типы импульсных блоков питания. Внешне все источники похожи друг на друга и используются одинаково. Это пластмассовая коробка, на которой установлена одна или несколько розеток. В них включаются электроприборы, нуждающиеся в защите от исчезновения напряжения, и из которой выходит шнур с вилкой для подачи напряжения на прибор. В зависимости от мощности и конструкции могут оснащаться разными индикаторами или вольтметром. Имеют встроенный или внешний, а иногда и оба, аккумулятора. При исчезновении напряжения прибор питает розетки, установленные на корпусе от аккумулятора. После его разрядки ИБП отключается. Мощный ИБП иногда имеет встроенный вентилятор. Отличия ИБП по принципу действия. Все источники бесперебойного питания делятся на три группы. Оффлайн. Самые простые и дешевые приборы. Предназначены для не очень ответственного и бытового оборудования. Время срабатывания от 4 до 10 мс. Лайн интерактив. Линейно-интерактивные. Отличаются от офлайн наличием встроенного стабилизатора. Дороже, чем ИБП офлайн, но более бережно относятся к аккумулятору. Время срабатывания 2-5 мс. И это оптимальный выбор ИБП для дома. Онлайн двойного преобразования. Время срабатывания нулевое. Самые дорогие, но обеспечивают наилучшую защиту. Различия по форме синусоиды. ИБП могут выдавать как ступенчатую, аппроксимированную, так и чистую синусоиду. Последний дороже, но только через них можно запитать холодильник или котел отопления со встроенным насосом. Хм, неужели сейчас еще есть кто-то, кто устанавливает котлы отопления со встроенным насосом? В наше время это очень опасно, так как электричество периодически пропадает. Электродвигатели переменного тока плохо работают при нарушениях формы синусоиды. Если вы планируете подключать только освещение, компьютерную технику или другую с импульсными блоками питания, то можно выбрать более дешевый ИБП. В импульсных блоках питания входящее напряжение выпрямляется, и в схему поступает постоянное напряжение 220 В. В этом случае форма синусоида не имеет значения. Выбор ИБП по мощности Мощность ИБП зависит от электроприборов, которые вы хотите к нему подключить. Если отсутствие электроотопления, электроплиты или бойлера в течение 10-20 минут обычно не является проблемой, то без освещения или телевизора обойтись трудно. Поэтому мощные электроприборы, в том числе розетки для фена в ванной, стиральные и посудомоечные машины, а также пылесос подключают без ИБП. Для них прокладывают отдельную линию, или наоборот, для компьютера, телевизора и нескольких лампочек аварийного освещения прокладывается отдельный провод. Этого времени хватит, чтобы запустить портативный генератор. Если генератора нет и установка его не планируется, то к ИБП нужно подключать также газовый котел отопления и холодильник. Электропитание, бойлер и другие мощные нагрузки увеличивают необходимую мощность ИБП, а также емкость аккумуляторов для длительной работы настолько, что выгоднее окажется приобрести портативный генератор. Подборы ИБП по мощности Мощность ИБП должна равняться в сумме мощности всех электроприборов. Для холодильника учитывают пусковую мощность, пусковой ток компрессора, которые в 10 раз больше указаны в паспорте. Она нужна в течение нескольких секунд при включении, но если мощность ИБП окажется недостаточной, то он просто отключится. Кроме этого нужно взять 30% запаса. Во многих ИБП указана пиковая мощность. Она должна быть не меньше пусковой электроприборов. Пример расчета. Нужно подключить 5 светодиодных ламп по 10 Вт каждая, телевизор мощностью 45 Вт, компьютер с блоком питания на 450 Вт, холодильник мощностью 300 Вт и пусковой мощностью в 10 раз больше, то есть 3000 Вт. И газовый котел мощностью 120 Вт. Из них насос мощностью 60 Вт и пусковой мощностью 600 Вт. Общая мощность всех электроприборов 3695 Вт. Необходимо также дополнительно 30% запаса мощности. Получаем 4803,5 Вт и выбираем ближайшее большее значение. Если же не подключать к ИБП холодильник, то общая мощность будет на 3 кВт. Пусковая мощность холодильника меньшее, всего 803,5 Вт. Можно выбрать ИБП мощностью 800 Вт. Это вполне допустимое решение. За несколько часов холодильник разморозиться не успеет, а емкость аккумуляторов, необходимая на время устранения большой аварии, которая может длиться несколько суток, будет слишком велика. Они будут занимать много места и стоить дороже портативного генератора с запасом топлива. Выбор аккумуляторов. Аккумуляторы в ИБП используются внутренние, внешние и комбинированные. ИБП с внутренними аккумуляторами рассчитаны на 10-20 минут непрерывной работы. Внешние аккумуляторы дают возможность работы в течение нескольких часов. Кроме того, срок службы аккумуляторов меньше, чем срок службы самого ИБП. Внешние аккумуляторы проще заменить при необходимости. Необходимую емкость батарей проще всего определить по таблицам или калькулятору на сайте производителя. Непосредственный расчет слишком сложный. Необходимо учесть КПД, реактивную мощность и другие факторы. Использование автомобильных аккумуляторов не рекомендуется. Они, в отличие от специальных, не герметичны, за исключением необслуживаемых. При работе в воздух выделяются пары кислоты, водород и кислород. Это недопустимо для закрытых, а тем более жилых помещений. Однако, много специалистов подключают автомобильные аккумуляторы, и они прекрасно работают. Это зависит и от типа ИБП и встроенных аккумуляторов. Иногда автомобильные батареи заряжают отдельным зарядным устройством, и необходимо следить за уровнем заряда. При хранении в отключенном состоянии происходит саморазряд аккумулятора, и через некоторое время ИБП не сможет работать. Потребуется предварительная зарядка. Кроме того, хранение в разряженном состоянии вредно для аккумулятора. Подключение котлов к ИБП, сквозной 0. Газовые котлы нуждаются в постоянном подключении к нулевому проводу и через него к заземлению. Без этого во многих котлах не работает датчик горения. Для обеспечения его работы необходимо соединить нулевый провод на выходе ИБП и сети 220 Вольт. На выходе из ИБП ноль берется произвольно, он не связан с нулем сети и помечается в розетке. Лучше выбрать тот провод, который является нулевым при работе от сети, если ИБП типа офлайн или лайн-интерактив. В ИБП онлайн гальваническая связь между входом и выходом отсутствует. Для обеспечения работы котла при врыве ноля на линии или отключенном автомате резистором 1, 10 МОм соединяют нулевой провод с заземлением. Ток, идущий через этот резистор, недостаточен для срабатывания УЗО. Автомобильные инверторы, как ИБП. Есть класс приборов, специально предназначенных для использования автомобильных аккумуляторов. С их помощью можно сделать ИБП для дома и дачи своими руками. Это инверторы 12-220 Вольт. Самые простые модели подключаются в гнездо прикуривателя и имеют аппроксимированную синусоиду. Через него можно подключить ноутбук, ЖК-телевизор, маленький бескомпрессорный холодильник или маломощный кипятильник. Их стоит брать с собой при выездах на природу или на дачу. Аккумулятор можно использовать установленный на машине, но при глубокой разрядке автомобиль не заведется. Впрочем, его можно подзарядить от двигателя. Более сложные приборы имеют чистую синусоиду, встроенную зарядку и автоматически включаются при пропадании напряжения в розетках. Такие инверторы фактически являются обычными ИБП офлайн с внешними аккумуляторами. Единственное отличие в том, что производители ИБП настаивают на использовании специальных аккумуляторов, а инверторы рассчитаны на использование обычных автомобильных. В любом случае ни инверторы, ни ИБП не рассчитаны на длительное питание мощных нагрузок. Для этого существуют портативные генераторы. Ссылка на статью в описании. Заходи к нам почаще.